Продолжение следует... Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Избранные». Мысли о жизни, истории, культуре. О герое и замысле этой книги. Предисловие составителя. Имя Дмитрия Сергеевича Лихачева не нуждается в особым представлении. Ученый до сих пор остается символом интеллигентности и порядочности в служении отечественной культуре. Он стал своеобразным мерилом интеллигентности нации, своими речами и поступками подтверждая высочайший нравственный эталон. Его известность и популярность были огромными. Историк, филолог, видный общественный деятель, олицетворявший собой то культурное и нравственное содержание, которое вкладывается в понятие «русский интеллигент» — так говорилось в одном из откликов в прессе на его кончину. Лихачева называли даже государственным интеллигентом, не без удивления признавая, что ему удалось выполнить эту роль достаточно величаво. Необыкновенная судьба выпала ему. Пройдя путь от зэка до академика, утвердив государственное значение русской культуры и став свидетелем очередного ее разрушения, Дмитрий Сергеевич Лихачев воплотил в себе трагедию русской интеллигенции. Он завершил ее путь в XX веке. О феномене Лихачева написано очень много. Библиография его публикаций, а также литература о нем, чрезвычайно обширна. Их число все возрастает, и к столетнему юбилею со дня его рождения, разумеется, выйдут новые издания его трудов, воспоминания о нем. Вся эта библиографическая информация будет зафиксирована в каталогах и базах данных Российской книжной палаты. Заметим, что Лихачев писал ярко, образно и подчас афористично. Его высказывания по самым разным поводам, от сугубо научных и творческих до злободневных, читаются и сейчас с большим интересом. Некоторые его мысли и формулировки стали популярными цитатами. Положение отдельных его статей, например, о русской интеллигенции, фактически уже при жизни ученого считались классическими. Полного и систематизированного собрания наиболее ярких мыслей Дмитрия Сергеевича Лихачева пока еще не издано. Одной из первых таких попыток стал сборник «Заметки и наблюдения» из записных книжек разных лет, вышедшей в 1989 году. Небольшую книжку «Без доказательств», выпущенную в Санкт-Петербурге русско-балтийским информационным центром «Блиц» в 1996 году, к сожалению, нельзя считать удачной. Она построена формально по алфавитному принципу, в результате чего цитаты, вырванные из контекста, собранные на одной странице, производят порой неадекватное представление о позиции автора и его литературной стилистике в целом. А между тем, современные читатели нашли бы в более развернутом и тщательно составленном сборнике немало интересного и актуального. Приведем несколько примеров, как нам кажется, самых удачных и образных формулировок, вышедших из-под пера Дмитрия Сергеевича. Культура обладает свойством преодолевать время, соединять прошлое, настоящее и будущее. Одна из величайших основ, на которой зиждется культура – память. В создании культуры участвуют многие поколения людей. Без прошлого нет будущего, ибо только оставляя позади себя прошлое, мы двигаемся вперед. И тот, кто не знает прошлого, не может предвидеть будущего. Одна точка в истории нам всегда известна, это настоящее. Чтобы линия нашего движения вперед была нам известна, надо знать прошлое, надо найти в прошлом вторую точку, которая закрепила бы линию нашего продвижения в будущее. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Безусловно, может возникнуть вопрос, зачем издавать сборник цитат, изречений и тому подобного, если есть публикации работ ученого. Но ведь не все их могут разыскать и осилить. К тому же иногда яркая формулировка, как бы прячется среди серьезного материала, одолеть который не специалисту, сложно. Да и не все способны тщательно вчитываться, а иногда и не желают этого делать. Не так давно одна из российских газет напечатала несколько причудливую статью, где на основе не очень удачных выдержек и одного не слишком тщательно подготовленного интервью покойного академика, чуть ли не обвиняли в преувеличении его вклада в науку. Будто человек сам присваивает своим собственным трудам ту или иную значимость. Может быть, если бы у автора той статьи под рукой была соответствующая книга, он бы призадумался. Хотелось бы, во всяком случае, в это верить. Именно поэтому в данный сборник были включены не только выдержки из работ Лихачева, но и некоторые знаковые статьи, которые раздергать на цитаты было бы кощунством, например, заметки о русском, России и т.д. Они представляют собой, по сути дела, квинтэссенцию мыслей ученого о родине. Включены в книгу и автобиографические отрывки о себе, о ленинградской блокаде, о ситуации в отечественной гуманитарной науке середины XX века. Сборник разделен на 25 тематических блоков. О себе Научные интересы – это не совсем то, что научные взгляды. Формирование взглядов не может быть сведено к особенностям жизненных обстоятельств, встреч, знакомств, к воспитанию в семье, школе. Но и в интересах ученых многое зависит не только от жизненных условий и бытовых обстоятельств, а от состояния науки, от ее внутренних потребностей и открывающихся возможностей. На известном этапе развития интересов ученого, а тем более его взглядов, они диктуются не извне, а определяются состоянием науки. Тем не менее, формирование интересов ученого под влиянием жизненных обстоятельств, школы, учителей, научных руководителей и первых лет работы заслуживает внимания, независимо от того, большой или малый перед нами ученый, велик или скромен его вклад в науку. Поэтому я и позволю себе писать о формировании своих научных интересов и рассчитывать на внимание читателей. Право на воспоминания имеет каждый, но в этой статье не воспоминание, а попытка определить, что и когда, под влиянием каких обстоятельств, сформировалось из моих интересов. Что я считаю важным объяснить? Почему я избрал своей специальностью филологию? Почему в филологии я предпочел всему занятия древней русской литературой? Почему я придаю такое большое значение в занятиях древней русской литературой изучению рукописей и текстологической интерпретации их текста? Почему я интересуюсь историей литературы по преимуществу как историей культуры? Почему исторический подход должен, с моей точки зрения, доминировать во всех частных исследованиях и больших концепциях по древней русской литературе? Почему интерес к прошлому я интерпретирую как заботу о будущем? Не на все из этих вопросов мне удастся ответить в полной мере точно и однозначно. Жизненный опыт слишком многообразен и не всегда прямо ясен. Я родился в среднеинтеллигентской семье. Мой отец был инженер-электрик, добившийся высшего электротехнического образования только благодаря своей энергии и работоспособности. Уже в старших классах реального училища он зарабатывал себе на жизнь репетиторством, а в студенческие годы и преподаванием в реальном училище Шкловского, отца известного литературоведа В.Б. Шкловского. Известную роль сыграло для меня увлечение моих родителей мариинским балетом, а затем озорная и увлекательная атмосфера артистической молодежи в дешевой дачной местности под Петербургом, Куоккале. Имена многих знаменитых художников, актеров, писателей, живших в Куоккале или только посещавших ее, были для меня живыми и повседневными. Многим в своем воспитании я обязан школам, в которых учился. В старшем приготовительном я учился в гимназии Человеколюбивого общества на Крюковом канале. Гимназия и реальное училище К.И.М.А. В 1915 году я поступил в гимназию и реальное училище К.И.М.А. на 14-й линии Васильевского острова. К этому времени мой отец получил в заведование электрическую станцию при главном управлении почты телеграфов и казенную квартиру при этой станции. День и ночь квартира наша содрогалась от действия паровой машины. Сейчас этой станции в помине нет. Двор пустой, нет и нашей квартиры. Но тогда посещение станции доставляло мне большое удовольствие. Громадное колесо вращалось поршнем, оно блестело от масла, было необычайно красивым. В училище М.И.М.А. мне надо было ездить на трамвае, но пробиться в трамвай было чрезвычайно трудно. Площадки были забиты солдатами, нижними чинами, как их называли. Им разрешалось ездить бесплатно, но только на площадках вагонов. Жили мы рядом с конно-гвардейским бульваром, и я наслаждался тогда вербными базарами, где можно было потолкаться около букинистических ларьков, купить народные игрушки и игрушки специально вербные, вроде американских жителей, чертей на булавках для прикалывания к пальто, акробатов на трапециях, тещинах языков и прочего, и полакомиться вербными кушаньями. Вербная неделя была лучшей неделей для детей в Старом Петрограде, и именно здесь можно было почувствовать народное веселье и красоту народного искусства, привозимого сюда из всего Зоонежья. Ведь Петербург-Петроград не только стоял лицом к Европе, что ощущалось прежде всего в его пестром населении. Немцы, французы, англичане, шведы, финны, эстонцы наполняли собой и школу Майя. Но за его спиной находился весь русский север, с его фольклором, народным искусством, народной архитектурой, с поездками по рекам и озерам, близостью к Новгороду и прочее, и прочее. По гимназии и реальному училищу Майя написано много. Есть специальные юбилейные издания. Много написано в воспоминаниях Бенуа, изданных в серии «Литературные памятники». Есть и недавняя статья в журнале «Нева». Не буду повторять всего того хорошего, что о ней уже сообщалось. Отмечу только, что школа эта сыграла большую роль в моей жизни. Я чувствовал себя там прекрасно, и если бы не трудности дороги, не мог бы и желать лучшего. Я взрослел и был как раз в таком возрасте, когда особенно тяжело переживаются военные неудачи. Обсуждение военных неудач и всех возмутительных неурядиц в правительстве и в русской армии занимали изрядное место в вечерних семейных разговорах. Тем более, что все происходившее было как будто тут же, рядом. Солдат обучали совсем рядом на любой свободной площади. Спектакли начинались с томительного исполнения всех гимнов союзных России и держав, и прежде всего с бельгийского гимна «Барбансон». Национальное чувство и ущемлялось, и подогревалось. Я жил известиями с театра военных действий, слухами, надеждами и опасениями. Школа Мая наложила сильный отпечаток и на мои интересы, и на мой жизненный, я бы сказал, мировоззренческий опыт. Класс был разношерстный. Учился и внук Мечникова, и сын банкира Рубинштейна, и сын Швейцара. Преподаватели тоже были разные. Старый майский преподаватель Михаил Григорьевич Горохов обучал нас два года перспективе почти как точной науке. Преподаватель географии изумительно рассказывал о своих путешествиях и по России, и за границей, демонстрируя диапозитивы. Библиотекарь умела порекомендовать каждому свое. Я вспоминаю те несколько лет, которые я провел у Мая с великой благодарностью. Даже почтенный швейцар, который приветствовал нас по-немецки, опрощался по-итальянски, учил нас вежливости собственным примером. Как много все это значило для нас, мальчиков. Учителя не заставляли нас выдавать зачинщиков шалостей, разрешали на переменах играть в шумные игры и возиться. На уроках гимнастики мы главным образом играли в активные игры, такие как лапта, горелки, хэндбол, ручной мяч. На школьные каникулы выезжали всей школой в какое-то имение на станцию Струги-Белая по дороге на Псков. Мы выпускали разные классные журналы и даже писали и размножали собственные сочинения в духе повестей Буссенара и Луи Жаколио без преподавательского надзора. Я жалею, что не мог ходить на все вечерние занятия и школьные кружки. Уж очень...